То есть, ну вот эта машина, ну такого серьезного бездорожья я особо не видела Пока Так, итак, здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас на тест-драйве, наконец-то, Land Cruiser 200 Я сделаю, словосочетание, сделаю тест-драйв Land Cruiser 200 Слышу уже, наверное, года два Наконец-то сегодня мы взяли автомобиль на тест К сожалению или к счастью, это не дилерская машина Они сейчас очень заняты тем, что продают машину втридорогой Из-за плавающего курса рубля Вот, но я не стал их отвлекать Тем более у них нет времени на эти мелочи Нужно максимально зарабатывать на данный момент К счастью, помогают очень сильно подписчики За что спасибо им огромное У нас сегодня на тесте автомобиль 2011 года Бензин 47, 288 лошадиных сил И сегодня, конечно же, мы сделаем тест-драйв Но, для начала, хотел сказать, что Land Cruiser 200 Само, то есть, его можно назвать Одним из самых успешных внедорожников на рынке России Никто больше не продает столько внедорожников, как Toyota А именно, конкретно, с Land Cruiser В чем его секрет популярности? Ну, во-первых, у нас все-таки, когда мы хотим купить внедорожник Нам нужно слово-сочетание, прям, настоящее, да, чтобы мужчина 50 лет Обязательно Ему нужна рама Ему нужно слово мосты Ему нужно слово Toyota Потому что это надежность То есть, ну, сейчас я не хочу бороться со стереотипами Что такое надежно, что такое ненадежно Ему нужна клевая внешность Ему нужен, у меня, крузак Раньше сотка была действительно легендарным автомобилем Кстати, мы тоже скоро сделаем тест-драйв Вышел следующий Land Cruiser И он стал популярен у всех Неважно, вы в районе где-то работаете Вы работаете в Москве Возите там, ездит там ваша любовница на ней Но этих, может, автомобилей можно встретить абсолютно везде И в колхозах, и в центре Москвы Очень около дорогих ботиков Все это из-за того, что машина, во-первых, медленно теряет в цене Она всегда, ее всегда можно быстро продать Она, ну, это уже имидж Это как Геленваген Крузак и Гелик Это популярные машины, это факт Извиняюсь опять за телефонный звонок Итак, что касается внешности Естественно, автомобиль не утратил своих фирменных Вот этих вот внешних, огромных габаритов За что его любят То есть, большой, черный, классический внедорожник Это то, что нужно для России Чтобы чувствовать себя уверенно на дорогах Чтобы вообще отгородить себя от хамства От подрезания, от всего Ну, в основном есть, конечно, и люди Но основная часть Лучше Все-таки автомобилистов не ругается Такие машины мне подрезают Не надо То есть, садясь в этот автомобиль Вы чувствуете себя выше всех Круче всех И, ну, может быть, как-то вот богаче всех Соответственно, вот секрет успеха Недорожника для нашего российского рынка И эту тачку всегда будут покупать Кризис, не кризис Ее всегда будут покупать Потому что это крузак Так, по технике Ну, спешу расстроить всех фанатов Крутых внедорожников То есть, наш 200-й уже, к сожалению Немножечко Стал более Городским Более Для шоссе И поэтому Нельзя его назвать таким же крутым Как был крузак Который завоевал славу себе Неубиваемого настоящего внедорожника Итак, что же у нас по начинке Во-первых, у нас, естественно, осталась та же рама У нее повысился момент на скручивание Стали сделали ее более жесткой В основе тоже лежит здесь конкретно Ну, два мотора V8 Один бензиновый, другой дизельный Здесь конкретно у нас стоит V8 4,7 литра В отличие от предыдущего У нас установили VVTi на впуске и на выпуске Достаточно мощный Мотор, причем, крутится он во всех диапазонах Далее у нас стоит такая же, в принципе Как у сотого крузака Трансмиссия внедорожная То есть, у нас три дифференциала Свободный, у нас постоянный полный привод Что является неоспоримым преимуществом Для настоящих внедорожников Не жестко подключаемый перед То есть, всегда у нас крутится четыре колеса Но, здесь нет межколесных блокировок дифференциала Здесь просто межосевая Которая делит момент между передними и задними Мы можем жестко заблокировать И пониженные передачи Все, примочки кончились Внедорожные у этого автомобиля Что ему не хватает, естественно Для полного счастья Это, как на Геленвагене, например Блокировки настоящие Жесткие, металлические Так в кавычках, да? Блокировки межколесных дифференциалов То есть, которые жестко блокируют мост И, например, в грязи, когда машина застает Они крутятся, грибут всеми четырьмя Не важно ESP вы выключаете, не выключаете Они грибут Что очень актуально в наших условиях По большому счету, если мы проанализируем Самый серьезный эпизод Это глубокий снег, глубокая грязь, болота и все остальное В Америке Он тоже рассчитывался на Америку Там вот горки и все остальное Здесь есть такая вещь Которая в горах при вывешивании помогает Они называют это электронными блокировками дифференциалов То есть, это продвинутая система ESP, которая при вывешивании блокирует колесо Например, она заехала Выехала, вывесилась Машина в момент перекидывает на это И как бы она проезжает Но эффекта кручения всеми колесами То есть, если эту машину мы кинем в грязь, например Она не будет гребсти, вот как винтами всеми колесами И здесь, безусловно, преимущество у обычных стандартных механических блокировок Которая может крутиться с одинаковой скоростью Поэтому для участия в серьезных релли-рейдах эти автомобили не предназначены Но, естественно, на базе этих автомобилей создают Выкидывают всю электронику Все эти ESP отключают, ставят механические блокировки Это уже делают спортсмены Естественно, это все очень дорого Потому что все-таки некоторые ездят, любят эти машины Делают их для настоящего оффроуда Но там уже стоят механические, настоящие блокировки А так, все, в принципе, просто и элементарно Сзади у нас стоит мост И спереди у нас стоят два рычаги поперечные Все Давайте теперь, значит, посмотрим салон Итак, садимся в салон Ну, что можно сказать? Сел на трон хозяин дороги Здесь, ну, не сказать, чтобы на самом деле Очень много места То есть, все-таки Внешне-то он большой Но здесь нельзя сказать Ох, как здесь Ну, место, как бы, конечно, есть Но не на размеры этого автомобиля Все-таки много съедает рама Внешне даже Кожа Дерево Все так очень пафосно По-большому Вот эти вот ручки огромные Потом снимешь Вот смотрите, какие огромные прям ручки В полный хват ладони То есть, садишься в настоящий брутальный автомобиль Такой, но уже пластмассо-кожаный Не металлический, да? Вот как было в предыдущих, вот первых крузаках Уже все круто Все большое Все, но уже пластмассовое И с кожаной вставки Ну, может быть Вот, электроприот сидений Сидеть, конечно, здесь Ну, машина не новая У нас уже появились Видите, здесь складки На сидениях Вот здесь вот Боковая поддержка Уже по бокам есть Ну что, время делать свое Конечно, по салону Заметьте, у меня нет никакого леденца Нет никакой жвачки Я не чавкаю Я не втягиваю слюни Видите? Прогресс идет Это же круто Так, ну что Давайте попробуем посмотреть салон Итак, заводим наш автомобиль Колесо принимает настройки Которые были до этого у нас заданы водителем Естественно, память Положение руля и сидений здесь есть Не буду говорить о таких элементарных вещах Как стеклоподъемники Зеркала с электроприводом Вот Здесь у нас установлено, конечно, газовое оборудование Но мы будем ездить на бензине Ну, здесь вот Как бы Ну что Что здесь есть такого необычного Чего нет в других автомобилях Ну, огромные комбинации приборов Здесь у нас тахометр Спидометр Индикатор, значит, автомата ПРНД Бортовой компьютер Здесь у нас расход Моментальный Сколько мы можем проехать От точки до точки Вот у нас мы можем здесь Менять пробег Вот В принципе Все Далее, значит Здесь также можем управлять Голосовой связью Громкость регулировать Вот, обратите внимание Посмотрите, расход 16.1 здесь Не так уж это и плохо Для бензина УВ8 Который тянет Две с половиной тонны Мне кажется Это хороший расход Ну, здесь у нас все Распределение потоков У нас сенсорное Все здесь дисплей Все понятно Блок управления климатом Магнитола Режим работы трансмиссии Полный привод Повышенная передача И Полный привод Пониженная передача Здесь как бы Все просто Скорость движения Автомобиля В автоматическом режиме То есть Когда у нас Работает активно Система стабилизации То есть Помощник для бездорожья Один километр Два километра Три Пять или три Интересно Один, три, пять Да А я по квадратикам считаю Потому что Один километр в час Это скорость вообще Один, три, пять То есть Скорость Подогрев сидений Ну, всякие вот эти вот вещи Система Которая помогает нам Трогаться Со второй То есть Со второй передачи Трогается Режим power Когда нужна нам максимальная Мощность Автомат Д Плюс-минус Ручной режим Тут все понятно То есть Но звук Даже машина немножко ходит Обратите внимание Огромный столик В центре Такой весь здоровый Все Подлокотник Ну вот Все что нужно Чтобы мужиков В полтинник Почувствовать себя Настоящим королем жизни Брутальная тачка Брутальная Все есть Кожа, дерево Всякие примочки Половина из них Не знает как им пользоваться Но пофигу Он знает что у него Внедорожник И нас Неважно мнение Остальных И окружающих Все Давайте попробуем Сесть назад Сзади Несмотря на то Что машина Опять же огромная Широко Но место над головой Немножечко поменьше И обратите внимание Хочу даже Сам обратить внимание Что в Геленвагене Место над головой Намного больше И ощущение Там более просторного салона Но здесь конечно же Пошире Но сидеть очень удобно Очень нижние длинные подушки Ощущение такого домашнего дивана Ну нередко используют Эти автомобили Для Ну в наши Чиновники Для того чтобы ездить С водителем Я считаю здесь тоже Очень удобно И отдельный Климат контроль Вот Вот так мы будем сидеть Но удобно Да То есть как На заднем сидении Какого нибудь Премиум седана Только выше всех Я чувствую Что работает Подогрев сидений Даже здесь Так что Здесь Для задних пассажиров Комфорта куча Конечно Но это комплектация Такая Есть конечно И в бомж комплектациях Там этого нет Двухстворчатая она Ну здесь все По простому Естественно По бытовому Можно так же Сложить заднее сидение И есть дополнительные Третий ряд сидений Вот так вот Они складываются И элементарно Все просто Итак Ну вообще Автомобиль Конечно же Очень Ну здоровый Такой Бегемот С таким Жирком Здесь да Свес огромный Какие ручки Вот посмотрите Большое Ощущение Такого Мужского Автомобиля Огромный Здоровый Бегемот Ну вот на что Он способен Конечно же На трассе Сейчас мы Попробуем Его в деле Разворачиваемся Значит На нашем Крузаке Крузаке Крузак У нас уже Ну что могу сказать Кстати На рестайлах Пошло уже Система Которая нам Помогает Разворачиваться Она Потормаживает Нутреннее колесо Для удобства Разворота Здесь такого Нет Поэтому здесь Немножечко Мы в два Захода Развернулись Но Садишься В абсолютную Тишину Все тихо Реально Вот по ощущению Очень хорошая Изоляция Я не ждал Такого Немножечко Ускоряемся Сейчас видим Тишина У автомобиля Ну такого Серьезного Бездорожья Я особо Не видела Пока Вот И Все может быть В этой жизни Поэтому Едем в обычном режиме В Д Очень Ну поскрипывает Уже Салон кожу Трется В некоторых местах Ну это Издержки Того Что Машина Не новая Пробуем Ускориться Ну автомат Достаточно Такой Туповатый Медленно Реагирует На нажатие Газа Но Динамика Я вам хочу Сказать 120 И Тормоза 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 Тормозит Нормально Но Тормозов Конечно Не хватает Здесь До этого По ощущениям Задемпфированная Педаль Очень Тормоза И Хотелось бы Все таки Получше Немножечко Побыстрее Чтобы они работали И более Чтобы четкая Была Педаль Выезжаем В город Вот обратите Как-нибудь Сразу Хочется Вот сесть Вот так Одну руку Мы кладем Сюда Другую руку Мы кладем На Огромный Подлокотник Он же является Еще кстати У нас таким Можно сказать Холодильником Охлаждающий Ящик Выезжая На какую-нибудь Дорогу Пользования В нашем Крузаке Мы понимаем Что Здесь Нас уважают Пропускают Везде Можно вообще Кстати Вкладывать Ну что там Так делают Неправильно Это хам Вот эти все Свои внутренние комплексы Неполноценности Они реализуют За счет автомобиля Да Любой нормальный водитель Неважно На чем он ездит Сюда будете Адекватно вести Вот Поворачиваем Но могу сказать Что огромные лопухи Огромные боковые лопухи Как будто Кто-то Два Мужика Держит зеркала И прям Все видно Сзади Вот Ради интереса Мы Станем Рядем с газелью Ну вот Размером с газелью Хотя Примерно сидим На уровне Ну мне есть чем сравнивать На уровне Геленваген Ну конечно Водитель мусоровоза Сидит выше Но Мне кажется Все таки Я бы Если брал Land Cruiser Я бы взял Бензиновую версию Ну не знаю Ну вот лежит у меня Вот и все Не могу ничего сказать Мне нравится звук Но кстати По-моему Дизельная Быстрее версия Особенно Там есть дилер Предлагает Powerbox Увеличение мощности По-моему На 40 лошадиных сил Вот едем По трассе Не спеша 100 км в час Вот сейчас Но к сожалению Вы не видите Спидометр Расслабляет машина В дальнюю дорогу Такое же ощущение Примерно как На Range Rover Sport Но здесь чувствуется Что машина шире Здесь чувствуется Что машина шире Так по-моему Я капот не закрыл Или плохо Сейчас проверим И продолжим Все нормально Значит Это так у нас Капот немножечко Подрагивает Я все боюсь Что сейчас Капот плохо закреплен Такое ощущение И так вот опять Ну для спокойных Водителей Автомобиль Нет такого Прям Ох Вот так Вот чтобы Прям Вдам Ну для этого Лезть Lexus LX Например Да Чтобы Прям Так от души Но Учтите ребята У нас постоянный Полный привод Вкрутится всегда LX Жрут Нереально Там Более мощные моторы Они по трассе Жрут Литров по 20 Если хорошо на них ехать Потому что машина тяжелая Мотор мощный Постоянно крутятся Все четыре колеса Там Ага Вот Нереально Так Ну что Продолжаем ехать Вот Смотрим Давайте выведем Попробуем Расход 16.2 Пока показывает У нас Все хорошо Не сильно Кстати Вот я Не пользуюсь Симулателем Загрязляется Окно Лобовое Лучше Почистим В салоне Тихо Что меня Действительно Удивляет Что реально В салоне Тихо Я ожидал Более Худшую Шумоизоляцию Да Мы слышим Шумшин Ну такой легкий Представ Но это допустимо Потому что Во первых Зимняя резина стоит Во вторых У нас сейчас Мокрая погода Такая мерзкая И еще Вода Усиливает Вот этот вот Вот этот вот Шум А так Действительно Ну Валкая То есть Рама Конечно же Безусловно Она вносит Свои коррективы Раскачки вторичные После преодоления Неровностей То есть Грубо говоря Опять же Такая ситуация Как рейндж ровера Вот быстро ехать По дороге С плавно Меняющимся Перекрытием Там где уже Характерно Вторичные Раскачки Там уже Конечно Мы не сможем Быстро ехать Да Мы можем ехать По плохой дороге По кочкам По неровностям Ну И до нас Вот эти вот Мелкие ямы Даже крупные ямы Не будут доходить Но Быстро Вваливать Давай конечно Не получится И причем Уверен Что у нас На все 100% После 140 Жрать Начинает Сильно Я прав или нет Да Все таки Оптимальная скорость Для него Трасса Трасса Это 120-100 Потому что Потом уже Аэродинамика Вот это вот Все остальное Она очень сильно влияет Я бы не догонял На этом автомобиле Она спокойно Вот мы сейчас едем По аттрактивной дороге Ничего не доходит Салон То есть настолько Во-первых Тяжелая Во-вторых Она широкая Вот если бы она Еще была Такая широкая Без рамы То есть вот этих Не было бы Раскачек Чувствуете Да Вот это сейчас Может быть Кстати Немножечко Увеличить Колесную базу Но это Вот Едем Все такие Раскачиваемся Но Ямы Неровности В салон Вот эти вот Стыки В салон Не проходят Не попадают Но вот эта вот Раскачка Она Очень характерная Давайте Не будем Наверное Ходить в кольцо На полной скорости Выйдем на Родные дороги Для этого автомобиля На обычные Проселочные дорожки Ну не на родные Для которых он Предназначен Здесь у нас Газоны стоят Ох Как едет Вот здесь Прям приятно На нем Едем Снег Колея Ничего не чувствуем Как по ровной дороге Мы так Передвигаемся Ох Такой Владелец земель Территорий Приехал Да, такой крузак черный, едешь такой весь серьезный, как директор. Никто же не знает, что я просто тестирую, чтобы ролик снять. Но со стороны солидно смотрятся машины, когда она так едет, неважно где. Я еще раз повторюсь, в центре города, около бутиковки, либо где-то в колхозе. Всегда чувак крутой на этой тачке. Такой хозяйственник. Ну, у нас установлена шахованная резина. Но все равно такая вот масса. Вот мы разгоняемся, и тормоз. Система Б все равно срабатывает, да? Потому что тяжелый автомобиль. Даже сейчас, видите, система у нас немножечко корректирует. К сожалению, бездорожье такого, который у нас сейчас очень все равно, маленький слой снега выпал. И бездорожье, которое, можно сказать, вот это бездорожье Дилан Крузера. Но, мне кажется, такого у нас, к сожалению, нет. Сейчас мы попросим на... Со стороны, чтобы прокомментировать, чтобы проехаться на этом автомобиле. Ну, вот в таком снеге, попробуем. Итак, давайте со стороны посмотрим. А ты опусти окно, чтобы было видно. Ну, слышно, что... Ага, вот так, нормально. В обычном, значит, едем режиме. Просто попробуем поехать поесть по полю. Ну, это не для него, конечно. Бороздит он только так. Ему это не помеха. Поле вспаханное. Он даже не проваливается туда. Видимо, такая... Система ESP, может, пробует отключить, скорее всего. И сейчас он попробует. Ох, вот это уже интереснее. Ох, красавец. Ну, тут мотор с избытком у него. Красавец, красавец. Давай ближе сюда. Ну, что можно сказать? Вот тачка для полей, действительно. Купил поля, колхоз, эксп... Эксперимент. Ох, вот это шкаф. Вот это шкаф. Это вообще, да? Нормально. Давай еще раз. Постоянно, обратите внимание, полный привод. Сейчас у нас свободный дифференциал. Система стабилизации выключена. Поэтому колеса работают в разнобой. Так как серьезного бездорожья нет. Крутится как попало. Но весело и задорно зато. Ах, какой звук, а? Красавец, красавец. Что надо говорить? Сейчас попробуем сначала проехать с включенной системой стабилизации со всякими дерьмовыми электронными помощниками. А потом их отключим. Давай. Ага. Мне кажется, он даже с ними проедет. Давай. Фигня вообще. Неинтересно даже. Нафиг. Как будто я езжу... Да, как будто по ровной дороге машины ездят. Нет, давайте дальше поехали. Хом какой-нибудь найдем, что ли. Ну, даже вот мы сейчас ездим по бездорожью. Ну, вот фигня. То же самое поле. Ну, систему стабилизации надо в снегах отключать. По полю, конечно, она едет хорошо. То, что нужно для какого-нибудь владельца колхоза. Так, что, едем дальше. Ну, вот снег, не снег. Абсолютно все равно автомобилю. Может, в эту горку. Мы же на Pathfinder тут поднимались в прошлый раз, да? Да. Это было лето. Ну, да, было лето. Но там не было ям каких-то. Да, это будет поинтереснее. Система стабилизации выключена. Выключена. Давай, аккуратно. Едет, едет. Едет, едет. Пацан. Сейчас, стоп. А, так. Чуть назад. Сейчас, уходи левее, левее. Сейчас, пробуем, систему. А, вот, она сейчас тут подтормаживает. Стоп. Назад, назад. Не помогает. Ну, скользко очень. Давай, круиз-контроль бездорожный попробуй. На пониженной и с блокировкой дифференциала. Пониженная блокировка, да, сейчас? А он сам не должен ехать? А? Сам не должен ехать? Я не нажимаю сам. А, не может. Давай, проб, просто попробуй. Выключи все системы. Назад и с разгона заедь. А вперед? А? С ручника не снимал? А что она не вперед, не назад на ровном месте? Стоп. А вперед? Вообще дурдом. Вот как так? Вот вам крузак бездорожный. Стой, стой, стой. Подожди, может она уперлась куда-то? Включи систему стабилизации противопоксочной. Как она выйдет? Али, все. Комитаршка. Как так? Ну вот так, веди, надо оборудоваться, чтобы она сработала. И вбок, 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 вбок. Давай вперед. Нифига. Шиповная резина. Нифига. Вроде бы несерьезное бездорожье, но она явно не хватает зацепа. Колес. Давай без систем, прям газ в пол пробуй. Давай, давай, давай. Давай. Стоп, стоп, сносим. Блокировку включи на дифференциалы. Давай еще раз. Давай, 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 давай. Ну, крузак, жми. Чуть левее, 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 левее. О, о. Ну, красавец. Вот. Отключили все системы стабилизации абсолютно. Вот вам и результат. Никакой активный этот круиз-контроль внедорожный нафиг здесь не нужен. Audi Q7, 3 литра дизель. Пробуем. А, вот тут уже не хватает. Ну, ты тормознул. Стой, стой, стой. Все, не поедет дальше. Момент сбавил. Сейчас. Ну, тут крузак еще, конечно, колею пробил. Прямо. У тебя какой пробег на этой машине? 26 тысяч, наверное, да, примерно? Давай, 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 вот. Вот, кстати, неплохо, да? Q7 тоже. Стоп, 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 стоп. Давай назад. Семейный этот. Он проехал. Семейный универсал. Унион семейный, он холостяк, бессмысленный. Но проехал. Сейчас мы активируем наш замечательный, так скажем, внедорожный круиз-контроль. Водитель сейчас едет, ничего не нажимает, абсолютно. Электроника сама потормаживает продуксовочное колесо, и машина едет сама. Так, 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 вот, вот, вот. Обратите внимание, как у нас крутятся колеса. Кружок сделай, кружок. Налево, налево поворачивай. Так, вот сейчас она встанет. А, я же говорил! Не поедет дальше никуда. О, бегемота сносит. Все, не поедет дальше никуда. Попробуй еще раз. Лучше не пробовать. Назад, наверное, да? Не, отпусти, она будет скатываться туда, да? Скорее всего. Ну, тормоз на секунду, на 5 секунд отпусти на 5. Все. Видите? Работают сейчас полностью электронные блокировки, и по теории все колеса не могут поймать зацеп, и она, вот. То есть колеса не крутятся одновременно, обратите внимание, они по одному пробуксовывают, и, и... То есть нет, как на механической блокировке, вращения эффекта одной оси. И поэтому в этой ситуации это все, конечно, бесполезно. Колеса прямо попробуй! Прямо! Окно открой! Ну, надо же нам! Мы в каждом тесте обязательно должны засадить крузак. Обязательно просто, без этого никак. Гелик, гелик, кстати, мы тоже сажали. Land Rover сажали, сейчас засадили крузак. Ну, так и надо. Без засаживания какой-то тест. Это все ваши электронные примочки, наделали все для домохозяек, чтобы в горах там ездить. Нет, вот, суровые российские реалии. Беспомощный автомобиль. Что он там сейчас делает? Подтормаживает одно, другое колесо. Бессмысленно! У нас, знаете, как надо? Заблокировал механические все блокировки, как дал газу, чтобы просрало все, и выехал. Здесь нет. Трос есть! Поворачивай. Еще раз! Еще раз так же. А ты... Еще раз так же. Стоп, 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 стоп! Стоп, Антон, стой-ка! Не так. Выверните лицо и идей назад. Давай, идите назад, сейчас назад, назад. Назад, стоп, 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 стоп. Еще назад, еще назад. Колесо уворачивай. Иди, давайте, да. О, я же говорил Электронные помощники Трос хороший, но крюк выгнулся Обратите внимание Вот он здесь должен был замыкать Но, скорее всего, не знаю Это китайский металл Но посмотрите, как он выгнулся Это же кошмар Это новый был трос Короче, надо нормальный покупать Итак, ну что можно сказать Все эти электронные помощники Это все ерунда Это так, чтобы маркетинговый ход Что тут у меня много кнопок Где можно заехать туда, сюда На самом деле, это хороший городской автомобиль Большой внедорожник На нем даже можно ездить по бездорожью, на охоту По полям, вот идеально По пересеченной местности Но Лезть в глубокую грязь Во-первых, его жалко очень Потому что машина сейчас стоит Свыше 4 миллионов Во-вторых, ну, все-таки Без настоящих блокировок дифференциала Ну, вот, пока делать нечего На нашем, именно В нашем климате И тут все зависит От грамотности работы электронных систем Здесь, даже вот на примере Ку-7 У него меньше внедорожный потенциал Но так как они сработали более правильно Она действительно проехала Но машина сама по себе Ценится не для того, что она хороша для леса Для того, что большой, крутой, черный В колыськах джип Выше всех, комфортнее всех И все остальное И, безусловно, самый Ну, не знаю, я насчет самый Но один из самых надежных внедорожников На нашем рынке И это один из самых выгодных Одна из самых выгодных покупок Потому что теряется на ней Она очень медленно И всегда ценится Спасибо вам большое за внимание Следующее у нас будет Следующее будет видео Е36 Пока Ставьте лайки А, стоп Ставьте лайки И подписывайтесь Вот теперь все Субтитры сделал DimaTorzok Не гоняли То есть Ну, вот эта машина Ну, такого серьезного бездорожья Особо не видела Пока Так, итак, здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас на тест-драйве Наконец-то Land Cruiser 200 Я сделаю Словосочетание Сделаю тест-драйв Land Cruiser 200 Слышу уже, наверное, года два Наконец-то сегодня мы взяли Автомобиль на тест К сожалению Или к счастью Это не дилерская машина Они сейчас очень заняты тем Что продают машину в три дорога Из-за плавающего курса рубля Вот Но Я не стал их отвлекать Тем более у них нет времени На эти мелочи Нужно максимально зарабатывать На данный момент К счастью Помогают очень сильно подписчики За что спасибо им огромное У нас сегодня на тесте Автомобиль Одиннадцатого года Бензин 4.7 288 лошадиных сил И сегодня, конечно же Мы сделаем тест-драйв Но для начала Хотел сказать Что Land Cruiser 200 Само То есть его можно назвать Одним из самых успешных Внедорожников На рынке России Никто Больше не продает Столько внедорожников Как Toyota А именно Конкретно с Land Cruiser В чем его секрет Популярности Ну, во-первых У нас все-таки Когда мы хотим Купить внедорожник Нам нужно Словосочетание Прямо настоящее Да, чтобы Мужчина 50 лет Обязательно Ему нужна рама Ему нужно слово мосты Ему нужно слово Toyota Потому что это надежность То есть, ну Сейчас я не хочу бороться С стереотипами Что такое надежно Что такое ненадежно Ему нужна Клевая внешность Ему нужен У меня Крузак Раньше Сотка была Действительно Легендарным автомобилем Кстати, мы тоже Скоро сделаем тест-драйв Вышел следующий Land Cruiser И он стал Популярен у всех Неважно Вы в районе Где-то работаете Вы работаете В Москве Возите Там Ездит там Ваша любовница На ней Но эти Может В автомобиле Можно встретить Абсолютно везде И в колхозах И в центре Москвы Около дорогих Ботиков Все это из-за того Что машина Во-первых Медленно Тереть в цене Она всегда Ее всегда Можно быстро продать Она Ну Это уже имидж Это как Геленваген Крузак и Гелик Это популярные машины Это факт Извиняюсь опять За телефонный звонок Итак Что касается внешности Естественно Автомобиль не утратил Своих фирменных Вот этих вот Внешних Огромных габаритов За что его любят То есть Большой Черный Классический Внедорожник Это то Что нужно для России Чтобы чувствовать себя Уверенно на дорогах Чтобы вообще Отгородить себя От хамства От подрезания От всего Ну В основном Есть конечно и люди Но В основном Основная часть Лучше Все-таки Автомобилистов Не ругается Такие машины Мне подрезают Не надо То есть Садясь в этот автомобиль Вы чувствуете себя Выше всех Круче всех И Ну Может быть Как-то вот Богаче всех Соответственно Вот секрет успеха Внедорожника Внедорожника Для нашего Российского рынка И эту тачку Всегда будут покупать Кризис Не кризис Ее всегда будут покупать Потому что Это Крузак Так По технике Ну спешу расстроить Всех фанатов Крутых внедорожников То есть Наш 200-й Уже К сожалению Немножечко Стал более Городским Более Для шоссе И поэтому Нельзя его назвать Таким же крутым Как был Крузак Который Завоевал Славу себе Неубиваемого Настоящего Внедорожника Итак Что же у нас По начинке Во-первых У нас Естественно Осталась та же рама У нее повысился Момент на скручивание Ее стали Сделали ее Более жесткой В основе Тоже лежит Здесь конкретно Ну два бензина Два мотора В8 Один бензинный Другой дизельный Здесь конкретно У нас стоит В8 4,7 литра В отличие от предыдущего У нас установили ВВТай На впуске и на выпуске Достаточно мощный Мотор Причем Крутится он во всех диапазонах Далее у нас стоит Такая же В принципе Как у сотового Крузака Трансмиссия Внедорожная То есть У нас три дифференциала Свободные У нас постоянный Полный привод Что является Неоспоримым преимуществом Для настоящих внедорожников Нежестко подключаемый перед То есть Всегда у нас Крутится 4 колеса Но Здесь нет Межколесных блокировок Дифференциала Здесь просто Межосевая Которая делит момент Между передними и задними Мы можем жестко заблокировать И пониженные передачи Все Примочки Кончились Внедорожные У этого автомобиля Что ему не хватает Естественно Для полного счастья Это Как на Геленвагене Например Блокировки Настоящие Жесткие Металлические Так в кавычках Да Блокировки Межколесных Дифференциалов То есть Которые жестко Блокируют мост И например В грязи Когда машина стоит Они крутятся Гребут всеми четырьмя Не важно ESP Вы выключаете Не выключаете Они гребут Что очень актуально В наших условиях По большому счету Если мы проанализируем Самые серьезные Это глубокий снег Глубокая грязь Болото И все остальное В Америке Он тоже рассчитывался На Америку Там вот горки И все остальное Здесь есть Такая вещь Которая в горах При вывешивании Помогает Они называют это Электронными блокировками Дифференциалов То есть Это продвинутая система ESP Которая При вывешивании Блокирует колесо Например Она заехала Выехала Вывесилась Машина Момент перекидывает на это И как бы она проезжает Но Эффекта Кручения Всеми колесами То есть Если эту машину Мы кинем в грязь Например Она не будет гребсти Вот как винтами Всеми колесами И здесь Безусловно Преимущество У обычных Стандартных Механических блокировок Которая может крутиться С одинаковой скоростью Поэтому Для участия В серьезных релли-рейдах Эти автомобили Не предназначены Но Естественно На базе этих автомобилей Создают Выкидывают всю электронику Все эти ЕСП Отключают Ставят Механические блокировки Это уже делают спортсмены Естественно Это все очень дорого Потому что Все-таки Некоторые Ездят Любят эти машины Делают их Для настоящего Оффроуда Но там уже Стоят механические Настоящие блокировки А так Все в принципе Просто Элементарно Сзади у нас Стоит мост И Спереди у нас Стоят Два Рычаги Поперечные Все Давайте теперь Значит посмотрим салон Итак Садимся в салон Ну что можно сказать Сел на трон Хозяин дороги Здесь Ну не сказать Чтобы на самом деле Очень много места То есть Все-таки Внешне То он большой Но здесь нельзя сказать Ох как здесь Ну место как бы Конечно есть Но не на размеры Этого автомобиля Все-таки Много съедает Рама Внешне даже Кожа Дерево Все так Очень пафосно По большому Вот эти вот Ручки огромные Потом снимешь Вот смотрите Какие огромные Прям ручки В полный хват Ладони То есть Садишься В настоящий Брутальный Автомобиль Такой Но уже Пластмассо-кожаный Не металлический Да Вот как Было В предыдущих Вот первых Крузаках Уже Все круто Все большое Все но уже Пластмассовое И С кожаной вставки Ну может быть Вот Электроприво сидение Сидеть конечно здесь Ну машина не новая У нас уже Появились Видите здесь Складки На сидениях Вот здесь вот Боковая поддержка Уже По бокам есть Ну что Время делать свое Конечно по салону Заметьте У меня нет Никакого леденца Нет никакой Жувачки Я не чавкаю Я не втягиваю Слюни Видите Прогресс идет Это же круто Так Ну что Давайте попробуем Посмотреть салон Итак Заводим наш автомобиль Колесо принимает Настройки Которые были До этого у нас Заданы Водителем Естественно память Память Положение руля Сидения Здесь есть Не буду говорить О таких элементарных вещах Как Стеклоподъемники Зеркала С электроприводом Вот Здесь у нас Установлено Конечно газовое оборудование Но мы будем ездить На бензине Ну здесь вот Как бы Ну что Что здесь есть Такого необычного Что Чего нет В других автомобилях Ну огромные комбинации Приборов Здесь у нас Тахометр Спидометр Индикатор Значит автомата PRND Бортовой компьютер Здесь у нас Расход Моментальный Сколько мы можем Проехать От точки до точки Вот у нас Мы можем здесь Менять Пробег Вот В принципе Все Далее значит Здесь также можем Управлять Голосовой связью Громкость регулировать Вот обратите внимание Посмотрите расход 16.1 здесь Не так уж это и плохо Для бензина В8 Который тянет Две с половиной тонны Мне кажется Это хороший расход Ну здесь у нас все Распределение потоков У нас сенсорное Все здесь дисплей Все понятно Блок управления климатом Магнитола Режим работы трансмиссии Полный привод Повышенная передача И полный привод Пониженная передача Здесь как бы Все просто Скорость движения Автомобиля В автоматическом режиме То есть Когда у нас Работает активно Система стабилизации То есть помощник Для бездорожья Один километр Два километра Три Пять или три Интересно Один Три Пять Да А я по квадратикам Считаю Потому что Один километр в час Это скорость Вообще Один Три Пять То есть Скорость Подогрев сидений Ну всякие вот эти вот вещи Система Которая помогает нам Трогаться Со второй То есть Со второй передачи Трогается Режим Пауэр Когда нужна нам Максимальная Мощность Автомат Д Плюс-минус Ручной режим Тут все понятно То есть Но звук Даже машина немножко ходит Обратите внимание Огромный столик В центре Такой весь Здоровый Все Подлокотник Ну вот Все что нужно Чтобы мужиков Полтинник Почувствовать себя Настоящим королем жизни Брутальная тачка Брутальная Все есть Кожа Дерево Всякие примочки Половина из них Не знает как им пользоваться Но пофигу Он знает что у него Внедорожник И на Неважно мнение Остальных И окружающих Все Давайте попробуем сесть назад Сзади Несмотря на то Что машина Опять же огромная Широко Но место над головой Немножечко поменьше И обратите внимание Хочу даже Сам обратить внимание Что в Геленвагене Места над головой Намного больше И ощущение Там более просторного салона Но здесь конечно же Пошире Но сидеть очень удобно Очень нижние Длинные подушки Ощущение Такого домашнего дивана Ну нередко Используют эти автомобили Для Ну в наши Чиновники Для того чтобы Ездить с водителем Я считаю здесь тоже Очень удобно И отдельный Климат контроль Вот Вот так мы будем сидеть Но удобно Да То есть как На заднем сидении Какого нибудь Какого нибудь Премиум седана Только выше всех Я чувствую Что работает Подогрев сидений Даже здесь Так что Здесь Для задних пассажиров Комфорта куча Конечно Но это комплектация Такая Есть конечно И в бомж комплектациях Там этого нет Двухстворчатая она Ну здесь все По простому Естественно По бытовому Можно также Сложить заднее сидение И есть Дополнительные Третий ряд сидений Вот так вот Они складываются И элементарно Все просто Итак Ну вообще Автомобиль Конечно же Очень Ну здоровый Такой Бегемот С таким Жирком Здесь да С веса Огромные Какие ручки Вот посмотрите Большое Ощущение Такого Мужского Автомобиля Огромный Здоровый Бегемот Ну вот На что он способен Конечно же На трассе Сейчас мы Попробуем Его в деле Разворачиваемся Значит На нашем Крузаке Крузаке Крузак У нас уже Ну что могу сказать Кстати На рестайлах Пошло уже Система Которая Она помогает Разворачиваться Она Потормаживает Нутреннее колесо Для удобства Разворота Здесь такого нет Поэтому здесь Немножечко Мы в два захода Развернулись Но Садишься В абсолютную Тишину Все тихо Реально Вот по ощущению Очень хорошая Изоляция Я не ждал Такого Вот немножечко Ускоряемся Сейчас видим Тишина Правильно Правильно Ездили Не гоняли То есть Ну вот Эта машина Ну такого Серьезного Бездорожья Я особо Не видела Пока Вот И Все может быть В этой жизни Поэтому Едем в обычном режиме В Д Очень Ну поскрипывает уже Салон кожу Трется в некоторых местах Мы это Ну это Издержки Того Что машина Не новая Пробуем Ускориться Ну автомат Достаточно Такой Туповатый Медленно Реагирует На нажатие Газа Но Динамика Я вам хочу сказать 120 И тормоза 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 Тормозит Нормально Но Тормозов Конечно Не хватает Здесь До этого По ощущениям Задемпфированная Педаль Очень Тормоза И Хотелось бы Все таки Получше Немножечко Побыстрее Чтобы они работали И более Чтобы четкая Была Педаль Выезжаем В город Вот обратитесь Как-нибудь Сразу хочется Вот сесть Вот так Одну руку Мы кладем Сюда Одну руку Мы кладем На огромный Подлокотник Он же является Еще кстати У нас таким Можно сказать Холодильником Охлаждающий Ящик Выезжая На какую-нибудь Дорогу Пользования В нашем Крузаке Мы понимаем Что Здесь Нас уважают Пропускают Везде Можно вообще Кстати Впадать Несколько Учетно Так Делают Неправильно Это храм Вот эти все Свои внутренние комплексы Неполноценности Они реализуют За счет автомобиля Да Любой нормальный водитель Неважно На чем он ездит Всегда будете Адекватно вести Вот Поворачиваем Но могу сказать Что огромные лопухи Огромные боковые лопухи Как будто Кто-то Два Мужика Держит зеркала И прям Все видно Сзади Вот Ради интереса Мы Сданием Рядем С газелью Но Размер Размер